О, видите? Пена где? Украли. Четвертый этаж. Двенадцатый этаж. И видите, что, друзья, звонков нет, выводов проводов нет. Блин, здесь тоже, друзья, запах мочи на катакомбы нашего городка. А здесь у людей кладовые помещения. Вот так они выглядят. Смотрите, как классно сделали бетон. И здесь есть вот такие прекрасные трещины. Но вот здесь видно, да, что текло-то так неслабо. Дом сдали, а Паркинс дадут потом, наверное. А закрепить-то не судьба. Решил отвалиться, отклеиться. Краска, смотрите, уже облазит. Ограждающая конструкция дешевая. Это должно быть все новое, вы должны об этом понимать. Ну, надеюсь, это не то, о чем я подумал. И вот он, смотрите, друзья, вот он. Здесь мы видим электрический кабель. Где указатель арсенала недвижимость. Ручка где? Здесь что-то должны были подключить. Здесь не отмыто, здесь не отмыто. Свобода. Квартал новых перспектив. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Модум возводит арсенал недвижимость. Это тот застройщик, который построил и сдал жилой комплекс Ореоста с кривыми фасадами, безликими дворами и несоответствием рендеров и действительности. Квартиры в жилом комплексе Модум представлены от студий до четырехкомнатных квартир. На момент съемки видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 8 миллионов 500 тысяч рублей. В комплексе 1385 квартир и 649 машиномест в паркинге. Согласно данной квартирографии, студии и однокомнатные квартиры займут 46% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 41%, трехкомнатные квартиры 11% и четырехкомнатные квартиры 0,58%. Проектная высота потолка в квартирах от 2 метров 70 сантиметров до 3,3 метра. В коммерческих помещениях на первых этажах высота потолка, согласно проектной декларации, должна составлять 4 метра 35 сантиметров. Класс энергоэффективности всех сданных и строщиков домов высокий. Первые свои дома в этом комплексе застройщик сдал 9 сентября 2022 года. Раз дома сданы, идемте смотреть. Вот мы видим с вами еще строящийся дом. Фасад смотрится издалека красиво. Но мы постараемся приблизиться как можно ближе и посмотреть все ли с ним в порядке вблизи. Ну вот к примеру есть одно местечко я вижу отсюда вот смотрите прямо в центре кадра показываю пальцем. А видно что утеплитель просто знаете вот заткнули и достаточно стоит неплотно. Ну я конечно надеюсь что застройщик эту оплошность исправит. Но здесь первое отдать надо должное застройщику что фасады выглядят конечно намного интереснее чем у других зданий. Обратите внимание большое количество объектов минимальные просто друзья расстояние здесь достаточно все плотно. Соседние дома выглядят обыденно криво косо и очень просто. Здесь конечно же само фасадное решение смотрится намного интереснее. И в дальнейшем когда будете продавать квартиры через энное количество времени то естественно люди будут смотреть не только на стоимость но и также как выглядит ваш дом. Ну вот к примеру да вот видите вент фасад скорее всего зачеканили плитку и видите белые следы остались по нормальному застройщик это должен будет отмыть. Но так как еще дом не сдан ничего не будем говорить. Будем ждать что сделают хорошо и качественно. Вот кстати если тоже друзья обратите внимание на железобетонные конструкции то я считаю не ожидают более ровного и качественного иметь состояние. И если подняться немножечко чуть выше тот как раз в центре видно что между уплотнителем базальтом вот на такой зеленоватый болотного такого цвета есть стыки которые видны сейчас на ваших экранах и это соответственно будет говорить о том что возможно у вас будет промерзание. Там оно может быть однозначно потому что плиты должны стыковать ровно. Вот здесь я уже вижу немножечко неисполнение технологий. То есть это конечно не очень-то хорошо. Но потом все закроет фасадиком и будет вот такая красота. Издалека по крайней мере. И вы это уже ничего не увидите. Жилой комплекс модум. Деревья посаженные. Брусчаточка такая красивая. Вот видите такой заезд сделан приятный. Здесь кустарник посадили. Еще дерево одно. Уличное освещение. Здесь вот леса оставили немножечко сосен и березок. Но стыки конечно я считаю что нужно делать ровным. Потому что к примеру вот здесь он шире. Здесь он уже. И вот если приблизить камеру то вот здесь он видите просто впритык сделан. А здесь уже расходится. И это друзья первый этаж. Что говорить когда поднимемся выше. Сам фасад конечно издалека смотрится достаточно красиво. Массивно. Сильно напоминает сталинские дома. Интересные расцветки применяют здесь застройщик. Но по мне странно что не отмытые окна в коммерческих помещениях. В общем первое друзья. Да смотрим. Вот если не знаешь что это подъезд номер 4. Вы об этом никак не узнаете. Если вот здесь будешь проезжать на машине или проходить. Ты вот этого не видишь. Надо подходить ближе. Почему не делать большие цифры. Чтобы сразу было видно. Здесь например номер 4. Все понятно. Потому что когда уже подходишь понимаешь что 12-этажный дом и соответственно количество квартир. Но вот обратите внимание да что напротив огромный массив. конечно плюс что здесь есть разделение оставили совсем немножко деревьев. Зато здесь есть вот такая колючая проволока. Чтобы точно ваши дети или вы не дай бог туда не залезли. Ну вот тоже да видите все сдано. Но почему-то у них там идет какой-то еще ремонт. Что по мне очень странно. Здесь мы видим красивую траву. Деревьев пока вот здесь нет. Посмотрим что во дворе. Кирпич конечно очень так красиво смотрится. Цвет классный. Ну вот есть высоланы. Вот они видите беленькие. И конечно нужно было убирать. Двор. Ну что-то сильно отличается от рендера застройщика. Фонари что-то похожее. Ну вот все остальное к сожалению что нет. Ну вот кустарник высокий. А где деревья то? Я помню там просто райские насаждения. Фадные группы. Есть вот такие урны. Бесконтактная система допуска. Нумерация подъездов. Нет больших крупных обозначений. Потому что ну издалека можно сразу не увидеть. Придется ходить подходить близко. Заходим. Тут внутри тепло. Красиво. Как на рендерах вот такие светильники. Значит у нас получается где вход со двора здесь нет тамбура. Есть тамбур только где выход на улицу. Здесь есть такой небольшой приема куда положат коврик. И странно что его нет вот здесь. Но зато сделана очень красивая отделка. Высокие потолки. Смотрится красиво. Но такие элементы я считаю что нужно было делать в цвет. А не оставлять белым. Вот такое тоже. потому что это смотрится не очень-то красиво по сравнению с тем что мы сейчас с вами друзья видим. Почтовые ящики. Металлические. Ну вот видите с данной дома очень странно что здесь нет нумерации никакой. То есть вот так на скотче все закрыто. То есть это для перевозки чтобы нет какого-то брусок. То есть они это все будут скорее всего обшивать. Лифтовой холл. Красивая подсветка. Наверху красивая подсветка. Видим датчик пожарный. Тоже окрасили в белый. Надо чтобы сильно в глаза не бросался. Здесь не отмыто. Здесь не отмыто. Плюнку не сняли. Не знаю почему. Ну как-то странно. Вот здесь тоже видите. Вот они снимали. До конца у них видно никак не получилось. Здесь у нас открыто. Пульт служебной связи. То есть если не дай бог ЧП в лифте кто-то застрял то МЧС может сюда подключиться и поговорить по этому устройству с тем кто в лифте. Два лифта грузопассажирский. Вот так стоит неудобно. Ну и пассажирский стандарт. Заходим в грузопассажирский. Он обшит УСБ. Ну и что это еще едет? А едет. А что пищал? Ну смотрите обшивка первая. Во-первых здесь просто пленка. Ее не сняли. Но это хорошо правильно. Потому что квартиры застройщик все передает черновой отделке. Соответственно будут таскать инструменты. Лифт стоит вот так. Если у вас длинномерный предмет или крупногабаритный. Сюда его затаскать будет тяжеловато. Вот здесь обшили. Здесь, здесь и все. Как-то странно очень. Почему не обшили все до конца? Для чего вот это окно? Это кусок я понимаю скорее всего вот отсюда. Ну как-то это не очень. По мне надо нормально было обшить. Сделать нормально ограждающую конструкцию. Не знаю. Баннер. Там арсенал недвижимости. Там жилой комплекс модум. Добро пожаловать домой. Всякие такие прелести. Но застройщик здесь видно решил сэкономить. Лифты тоже друзья нужно чтобы были отмыты. Потому что вот это все от строителей еще осталось. Двенадцатый этаж. Лифт как-то настроен странно. Что-то он приехал остановился и очень долго открывает двери. Очень долго. Туда выйдем чуть позже. Сразу видим. Вот видите электрический кабель. Здесь что-то должны были подключить. Какой-то скорее световой прибор либо еще что-то. И этого ничего нет. Ну слава богу есть хотя бы отделка. Вот это я тоже считаю нужно снимать. Вот вы как считаете? По мне вот это очень неправильно. Потому что в данном доме вот это все я не должен видеть от застройщика. Ну и здесь когда делали декоративную штукатурку. Применили металлический уголок. Ну вот видите. Здесь решили просто она отвалилась. Может быть и дальше все поотваливаться. Ну вот как-то так. И я обращу внимание что большое количество грязи от строителей. Так вот. Вот так будет. Видите все беленькое. Это все запачкали. Вот дверь новая уже вся. Замученная жизнью. На потолке грилята. Светодиодное освещение. И вот здесь смотрите. Мы вышли. Двенадцатый этаж. А где указатель-то? Где указатель арсенала недвижимости? Где квартиры? Чтобы я понял какие здесь квартиры находятся. Потому что в лифте этого нет. Здесь соответственно нет. Если ты забыл на какой этаж приехал, ты вообще не понимаешь. Ручка где? Где ручка? Ни с одной, ни с другой стороны. Очень неприятный запах. Раз. Здесь мы видим электрический кабель. То есть здесь чего-то они не доделали. Свет местами не горит по одной стороне. То есть как-то вообще странно. Шкафы. Вот этот, знаете, он такой не слегка бежеватый. И вот видите, такая шагрень есть, когда вот как машины красит. Смоется нормально еще. А вот этот просто глянцевый белый. Ну и здесь, конечно, вместо пожарных рукавов у нас и есть от каких-то булочек упаковки. Тарарарам. Ну и здесь тоже нет. Ну, наверное, уже украли. Зато оставили хабарик, мусор и строительный крепеж. Молодцы. В Рёста было аналогично. Вот это у нас лючок для обслуживания чего-то там. И вот он, смотрите, друзья, вот он. Это самое дешевое, что можно вообще было купить. Света нет. Вот это что такое? Он что такой кривой-то? Открываем. А здесь у нас коллекторный узел. Ну вот, смотрите, да, друзья, огромное количество мусора, перчатки, перчатками прикрыто. Ну, надеюсь, это не то, о чем я подумал. Потому что вроде как запаха нет. Ну, вот такие технологические отверстия. Антенка. Надеюсь, работает. Вот тоже, видите, клапан для сброса воздуха здесь такой. Ну, видно, остатки стаяния. Слава богу, есть утепление. Все в грязище, в говнище, как говорится. Хотя сам коллекторный узел был бы нормальный, если был бы чистый и красивый. Вот так нельзя сдавать. То есть это все должно быть чисто. Это должно быть все новое. Вы должны об этом понимать. Трубы. Вот это теплоизоляция называет застройщик. Ну, так не должно быть. Все должно быть крепко скреплено. Вот на таких скобах пластиковых. Ну, вот здесь видно, чего-то им не хватило. Или руки просто кривые. Здесь мы видим, видите, желтенькое-то что-то где-то подтекало. Ну, конечно, впечатление такое, знаете. 50 на 50. Но при этом сама вот здесь отделка достаточно красивая. Входные двери широкие. Красивая облицовка. Нестандартные ручки. Два замка. Дверь закрыта. И красивый вот такой лючок. Ну, из минусов я здесь не вижу ограничители двери. То есть ручкой будет бить в стенку. Ну, хорошо, что из бетона, а не гипсокартона. Ну, да, видите, как без ручки-то открывать нормально. А вот с этой стороны приходится пальцы засовывать. Здесь мы выходим на переходной балкон. Так, а он закрыт. Красавцы. Лопату оставили. Стяжку уже все поубивали. Ладно. Поехали, заедем на второй этаж. Двери открываются. Вот вниз лифт едет ровно, его не колбасит, но почему-то очень сильный шум. Я не знаю, вот так. Обычно они едут все тихо и ничего не слышат. Здесь очень сильно слышно. Такое ощущение, что может быть там колесам смазки не хватает. Какой прикольный звук приехал. Двери открываются. Слушайте, очень долго открываются двери. И очень долго, я считаю, что нужно перенастроить, чтобы это открывалось быстрее. Ну, вот видите, здесь просто замка нет. Зато можно выйти на переходной балкон. Увидеть высолы, которые нужно убирать, но их не убрали. Также мы видим, что здесь это, скорее всего, стяжка. Да, стяжка. Все в грязище. Лестничный марш обычной заводы привезли, приварили. Здесь окрасили, молодцы, хотя бы вид нормальный. Здесь у нас, смотрите, вот до второго этажа, то есть они сделали красивую плитку. Вот это часто, кстати, делают застройщики. А выше и пофиг. Ну вот. Ограждающая конструкция дешевая. Держится нормально. Есть вибрация из-за того, что очень тонкий металл. Вот такой линолеум сверху. Не знаю, сколько он здесь проживет. Крепление обычное на сварке. Красили, закрасили, все на свете. Поднимаемся выше. Мы здесь видим тоже плитку. Шнурочек, наверное, чтобы точно ничего не отвалилось. Здесь тоже нет замка. Ну да, так и надо. Ну как-то такой, знаете, недоделанный вид почему-то. Почему так сразу не сделать, не понимаю. Ну вот здесь, да, смотрите. Из плюсов широкие двери. Есть скотч малярный. Второй этаж, чтобы мы точно знали. Уплотнитель решил отвалиться, отклеиться. Краска, смотрите, уже облазит. Вот здесь аналогично. И вот это называется новый дом. Мокрый фасад. Вот когда вот на это я смотрю, вот это, вот это мне напоминает реально солнечный город. Извините, солнечный город эконом, а если это у вас комфорт, то почему здесь такое состояние? Ну спасибо, что есть ручка, можно открыть дверь. Вот здесь тоже, я смотрю, есть ручка. Отдоводчик уже сняли. Здесь дополнительно сделали дырку в стене, не побоюсь этого слова. Чуть больше квартир. Аналогичный коридор. Здесь ниже, но зато есть свет. Тарарарарам. Ну конечно, мы же дом сдали, а пожарные рукава у нас уже успели украсть. Радиаторы Пурма. Классные стальные радиаторы. А почему не сняли транспортировочную упаковку? Вопрос. Ну и после зимы, полагаю, здесь пойдут трещины, потому что это просто гипсокартон. Металлическая труба криво-косо окрашена, что одна, что вторая. При этом это еще хуже окрашено, чем это. И здесь, если бы ставили какие-то стаканы для расширения, то конструкция бы прожила бы дольше. Ну вот, все в грязище. Здесь мы видим качество металлического изделия, сварка. Вот это вообще должны были по-нормальному зачищать, чтобы было красиво. Вот видите, окалина нападала. Здесь также, ну вот, где-то, наверное, в гараже им это сваривали. Главное, чтобы было дешевле. И так пойдет, как говорится. Вот есть такие, знаете, мелочи на это все смотришь и понимаешь, что дом-то немножечко не тот, о котором ты думал, о котором тебе рассказывали в отделе продаж. Ну вот аналогичная ситуация, да. Провода торчат. Транспортировочная упаковка. А закрепить-то не судьба. Блин, он еще и не работает. Офигеть. Ну и сама, друзья, отделка. Во-первых, здесь оштукатурено достаточно криво. Вот такие наплывы видные. Ямочки. Если бы это было бы ровно, то смотрелось бы совсем по-другому. Но, к сожалению, что есть, то уже есть. Из плюсов есть, кстати, то, что понимаем, на каком этаже находится лифт. Едем на минус первый. Раз у нас есть такая возможность. И посмотрим, друзья, как выглядит минус первый этаж. Потому что зачастую это жуткие катакомбы. Минус первый этаж. Затаили дыхание. Ждем долго открытия дверей. Ну вот, это минус первый этаж. Все в грязище. Здесь ничего не доделано. Висят оголенные провода. Здесь времянка у строителей. Вот смотрите, как это все выглядит. Будем аккуратно проходить. Здесь какие-то катакомбы. Слышите звук? Это пожарка. Она просто надрывается. Газовый баллон. А где огнетушитель? Бассейн. Вот огнетушитель. Тоже времянка. Подвальчик для хранения чего-то там. Слушайте, здесь можно хорошие фильмы снимать. Так, вот здесь я вижу влагу. Но не видно, чтобы это через стенку проходило. Скорее всего, когда подключали, это все осталось. Осталось аналогично и здесь. Не видно, чтобы стены текло. Да, скорее всего, когда подключали, накосячили. Но это ничего страшного. Здесь у нас аналогично. Но вот здесь видно, да, что текло-то так неслабо. И они вот пытались все это заделать. Не знаю, заделали или нет. Но такое ощущение, что в какой-то метрополитен попало в шеи. На. Но, кстати, обратите внимание на цвет бетона. О, вот здесь хорошо видно. Даже без фонарика. Например, у Балконского там был трешняк. Здесь намного лучше. И цвет бетона, и нет вот этих раковин, и всего остального. А здесь так ощущение, что, ну, знаете, они так тяп-ляп сделали. Потому что потом это придется выштукатуривать, чтобы у вас был нормальный там угол по 90 градусов. Или вы там его будете сглаживать. Ну, как у вас там будет, я не знаю. Потом у меня вопрос вот к этой трещине. Нормально это, ненормально. Такое ощущение, что это они вот реально потом просто ставили. Вот это они клей какой-то брали. Это цемент. То есть поклеил. Вот это цвет обычного клея плиточного. То есть вот что было мазали. И при этом вот если посмотреть, смотрите, как они это все намазали. Ну, блин, не знаю. У меня аж сердце кровью обливается. Думаю, господи, с такие деньги сделаны просто какие-то двоечники были. Так, выходим отсюда, чтобы не заблудиться. Идем смотреть парковки. Господи, как он орет-то. Парковки у нас прямо. Да уж. Вот он. Так, что у нас здесь? Электрощитовая жилья номер один. Здесь все открыто. Круто, да? С данный дом. Ну, вот смотрите, какая здесь красота. Офигеть. Вот как такое может быть в данном доме? Следы влаги. Слушайте, страшно-то как. Тут что-то все открыто. Здесь вообще какой-то каламбур просто. Да. Нет слов. В грязище все-все заляпано. Мусор. Влага. Из труб видно текла. Датчики. Газоанализаторы стоят. Ну, не подключены. Когда он включен, он светится. Разметка места есть, но до конца не доделан. Для чего-то как-то тут вяло. Работы-то вообще нет. Так, вода, я так понимаю, с коммуникацией налилась. Вот один из низких участков. Что-то налили непонятно. Погружной насос стоит. Что-то тут грязище все. Тут не подключено. Так, ну это накапало. На скальные надписи ОП, ОП. Что они тут имели в виду? Вот здесь у них двухуровневые места можно поставить. Потому что высота большая. Там 149 или 249 таких мест. Или 247. Что-то такое, я честно, я уже не помню. Да, паркинговид, конечно, такой, знаете, заброшки. Ушли люди. И все умерло. Что-то у нас плитка. Остатки стройматериала. Паркинг большой, высокий. Но до конца не доделаны. А вот это, кстати, одно из, может быть, проблемных мест. Если сверху потечет вода, то может вытечь прямо здесь. Давайте здесь посмотрим вторую часть. Видите, улов какой. Вот это по-нормальному все нужно будет чистить, ставить. Но, полагаю, делать никто этого не будет. Паркинг большой, подтеков не видно. Где есть влага, понимаю, что это при подключении инженерных систем. Вот видите, тоже низкое место. Погружной насос должен быть. Вот он, датчик. Все в воде. Сигнал, кто-то что-то подпикивает. О, смотрите, как классно сделали бетон. И здесь есть вот такие прекрасные трещины. План эвакуации. Господи, он уже весь умер. На, ну видите, паркинг еще не доделан. Господи. Страшно заходить. А, ну вот это еще не сданный. То есть это вот корпус, который они еще не сдали. А вот мы здесь находимся в сданном. Круть. Так, туда не пойду, а то потом закроют дверь. Вон, видите, как все оставили открытым. Да, впечатление, конечно, не очень положительное, как хотелось бы. К выбору недвижимости в наши дни нужно очень внимательно, трепетно и с умом подходить. Нужна помощь купить либо продать. Звоните. Ну вот у нас есть какой-то выход. Давайте попробуем выйти здесь. Оборудование, слаботочка стоит. Все в грязище. О, а тут еще. Это шахта. Так выглядит, друзья. Шахту, видите, здесь застройщик сам выливает из бетона. И там еще, видно, идет настройка. Да, вот мы уже реально заблудился. Хер поймешь, куда выходить. Ни указателей, вообще нифига нет. Сданный объект, не сданный. Под сданным домом паркинг какой-то не сданный. Внешний вид, конечно, желает оставаться лучше. Классная стройка. Классный застройщик. В общем, зашел здесь у нас... А, вот лифт. Так, он, похоже, не работает. На катакомбы нашего городка. А здесь у людей кладовые помещения. Вот так они выглядят. То есть просто вот так стенку поставил застройщик. Красивый кирпич. Металлические двери. Кладовки. Запах. Отчетливый запах мочи. Сверху такая сетка, что видно, тебе не залезли соседи. Вот они пошли. Ну, слушайте. Не знаю, труба не закроет чем-то или нет. Возможно, вообще, чем не закроет. Ну, как-то так. Хотя вот кирпичик такой приятный очень. Ну, из плюсов нигде не видно следов влаги. Это что-то вещи остались. О, можно выйти наверх. Ну, здесь, кстати, спуск такой более-менее. Но не скажу, что это самый плохой, но и не самый интересный. Потому что есть застройщики, которые делают паркинги такие же симпатичные, как и обычные этажи в своем жилом комплексе. Вышли отсюда. Надеюсь, тут открыто. Господи. Еще пойми, как отсюда выйти. Идешь, надо смотреть во все стороны, чтобы, в общем, головой за этот провод не задеться. Датчики пожарные. Не понимаю, где система пожаротушения. Над местами парковочными. Так, 117, 116. А, это вот они, двойные места. То есть они вот здесь планируют, что можно поставить подъемник. Видите, два места. Вот у меня сразу вопрос, где они будут подключаться. Вот одна розетка на 220. Я не знаю, там 220 подъемник работает или выше. Что-то я здесь нигде не вижу распрыскивать или другие. Ну, может быть, это у меня со зрением плохо. На самом деле, все есть и все хорошо. Вон, видите, вот так все висит. В общем, для понимания, соответственно, когда сдают дом, то должны его сдавать вместе с паркингом. Что это вообще такое? Ох ты, страха-то какой. И, знаете, надо это как в советском мультике, когда выходишь мелом или там горохом посыпать, чтобы просто понимал, где нужно выходить. Так, это электрощитовая. Мне кажется, здесь уже был. А, все, значит, мне вот сюда. Так, так, так. Нет. Тащи без пол-литра не разобраться. Нет. О. Надеюсь, это оно. Блин, здесь тоже, друзья, запах мочи. Фу. Как не стыдно быть такими ушлепками. Свобода. Я, наконец-то, поднимаюсь на первый этаж. Ох, не дай бог попасть в этот паркинг, друзья. Можно реально заблудиться. Сам двор. Вот это типа детская площадка. Набивное покрытие. Ну, тут на двоих детей, наверное. Такая небольшая лесенка наверх, чтобы залезть. Попрыгать, подергать божью коровку или пчелку за рожки. Доска для мела, без возможности где-то его хранить, да? Да, хранить-то его негде. Ну и все. Ну, вот такой достаточно специфический, скудный и небольшой двор. Открытая дверь. Так, у нас получается... Да, давай сюда. Выйдем на переходной балкон наверху и посмотрим, что там. Вот выходим. Первый этаж. Все красиво. Но нет нигде указателя, где находятся лифты. Ну вот как так? Квартал новых перспектив. О каких перспективах может идти речь, если вы даже указатели не можете повесить? Вот так у нас выглядит лифт в зданном доме. То есть он решил не открыться до конца или его просто отключили. Здесь хотя бы из цифр 1 первый этаж. В отличие от входа, здесь нужно просто идти пешком наверх. Красивый лестничный марш. Такая плитка под мрамор. Так как высоко, чтобы открыть, соответственно, окна, есть вот такая конструкция. Ну, вид такой, знаете. Но зато удобно. Вот тоже не сняли пленку с окон. Вот здесь есть цифры, есть указатель. То есть далее, но будем еще год доделывать. Нумерация квартир. Где находится какая? Ну, естественно, первое. Звонков нет. Выводов проводов нет. Либо будут выдавать дистанционные звонки. Либо я не знаю, что еще. О, тут у нас открыто. Шикарно. Тук-тук. Есть тоже ой. Так, первое, что хочется, это измерить. Ширину проема метр. Обшивка симпатичная, белая, но вся грязная. Ее отмывали, видно, и все в разводах. Это, конечно, кошмар. Есть ночная заглушка. Замок закрывать. Дверь, казалось, дороже, чем есть. Немножечко кривовато наклеили уплотнитель. Заходим, прихожая. У нас раз помещение. Ну, вот здесь, например, тоже, смотрите. У нас вот здесь штукатурки примерно миллиметров 8. А здесь у нас уже где-то сантиметра 2 по 3 сантиметра. То есть это говорит о ровности стены, либо кривой штукатурки. Это кухня. Малошумные трубы. Вот это здорово. И вот смотрите, что здесь делано. Вот есть вентиляция второго этажа. Вот она вот такая. Пожарная муфта сверху. И вот вы будете делать кухню, и вам придется вот это убожество закрывать. Вот здесь, кстати, виден бетоноконтакт розовый. А здесь его не видно. Надеюсь, штукатурка не отвалится. Ну, знаете, стена, такое ощущение, что вот так немножечко идет. Широкие окна. Это тоже плюс. Ну, вот откосы. Можно было использовать гипсокартон, да. Но здесь просто обычный пластик. Ширина метр семьдесят на метр пятьдесят. Ну и давайте высоту потолку. Здесь у нас высота потолка должна быть два и семь. Да, два и семьдесят пять. Окна должны быть деревянные. Смотрим. Ну, что-то на дерево похоже. Кстати, да, если деревянные окна, то это у нас точный бизнес. Слушайте, да, деревянные окна. Слушайте, окна классные. Есть немножко грязи. Вот здесь надо внимательно смотреть. Вот видите, вот они герметик до конца не промазали. Там есть отверстие, соответственно, куда будет попадать влага. Если вот здесь посмотреть, вот сюда, видите, немножечко не домазали. Ну и по фасаду аналогично. Вот здесь внизу примыкание вообще в ноль, а наверху такая достаточная щель. Ну, двор достаточно, считай, ущербным. Просто ущербный двор. И рендеры, как я помню, на свою память, выглядят совсем иначе. Вот напишите в комментариях, друзья, соответствует этот двор рендеру-застройщику, либо нет. Ну и вот здесь тоже посмотрите, вот это само примыкание. Фасадные стены, котлеву, ну как-то так. Всё в грязище, ничего не отмыли. Красавцы. Кстати, знаете, что... Вот если это, друзья, вот это у нас кухня... И вот у меня, кстати, первый вопрос. А где выводы под горячую и холодную воду? Ну вот это канализационная труба. Хорошо. А вода где? Вот это у нас бетонная стена. Вот это у нас бетонная стена. Сверху труб не вижу. Вижу завод в прихожую. И получается, это вы сами должны тащить прямо на кухню. Да, интересно. Здесь мы видим автоматы. 63 ампера. Си-10, Си-40, Си-10, Си-10, Си-16. Подписано. И здесь у нас ещё тоже. Слушайте, красавцы. Си-16. Розетка комнат. Розетка. Резерв. И, кстати, плюс. Смотрите, вот видите, вон так вот уплённая коробка. Её бы, конечно, подмыть было бы хорошо. Выключатель, розетка. Здесь розетка, я полагаю, для роутера. Здесь какая-то специфическая коробка, не знаю для чего. Кстати, нужно читать договоре, что написано, как вам застройщик передаёт квартиру. Так как здесь верхняя разводка. Соответственно, у нас ещё есть комната. Мне нравится, что здесь сплошное остекление. Это смотрится круто, классно. И это деревянные окна. Это дорого, богато. Но как только мы выходим сюда, сразу вспоминается Ариоста. Потому что очень-очень узкая лоджия. 86 сантиметров. Как в советской панельке, балкончике. Стыд и срам. Вот это мокрый фасад. Там, наверное, сантиметра 10 утеплителя. Может быть, 15. А здесь уже бетон. Ну, соответственно, я не удивлюсь, что люди начнут демонтировать части стен, для того, чтобы было здесь больше места. Это раз. Второе. Это, например, что мне лично здесь не нравится. Если бы штукатурка была бы гладкой, смотрелось бы совсем по-другому. А здесь вот просто, знаете, она так и накидано. И смотрится дёшево, как и в обычной панельке. Холодное стекление. Всё открывается чётко. И даже... А! Смотрите, она ручку наверх, она должна откидываться, но не откидываться. Здесь только открытие. Никакого проветривания. Соответственно, здесь у нас дверь. Ох ты! А здесь и у нас она открывается. И открывается, кстати, очень классно. Уплотнитель хороший. Двойной стеклопакет. И здесь обратите внимание, что вот здесь силиконовый уплотнитель. Вот чёрный уплотнитель, а обычно резиновый. Так, вот так хорошо видно. Он не так плотно прилегает, как вот этот силиконовый. И вот это классно. Здесь откосы пластиковые, немножечко подмятые. Так, давайте смотреть у нас санузел. Аналогичная малошумная труба. Это большой плюс для шумоизоляции. Вот я не знаю, что кроме этого, что ещё здесь применяет застройщик. Сама вентиляция, она самый верх. Цементная штукатурка. Здесь пол у нас вровень. Деформационная лента, вот она по периметру. Вот я только не вижу, где гидроизоляция. Или это... В общем, что-то не видно гидроизоляции. Возможно, это я не вижу, потому что здесь темно. Возможно, она есть. Но для меня это не особо важно. Потому что будет плитка, ничего не протечёт. Это у нас ванна. Ванна совсем небольшая. Выход трубы. Труба практически... А, труба у нас лежит на стяжке. Почему её не вывели дальше, честно говоря, непонятно. Здесь просто пробили дырку. Мне это отверстие не назвать. Здесь штукатурили так, что видны все стыки. То есть слой какой-то совсем тоненький. То есть так помазали они. Вентиляция обычная. Обычная решётка. Ну, белый потолок, зато красивый. Розетки. Заземление. Ещё розетка, наверное, подсветительный прибор. О, вот это хорошая, большая, светлая. Сразу комната большая. Створчатое окно. С шикарным видом. На Реосту и на стройку. Вот это, друзья, это плёнка. Её нужно снимать. И здесь застройщик решил почему-то её не снять. Я не знаю почему. Но зато будущим владельцам, жильцам оставили саморезик. Грязные окна снаружи и внутри. Конечно, это всё достаточно неприятно. Когда ты берёшь... У тебя новая квартира, но тебе приходится всё чистить и драйвить. Стандартный проём, широкий, хороший, всё супер, ровненько сделано. Наличник нормально встанет, наличник нормально. А с этой стороны придётся наращивать. Почему сразу не сделать по-человечески? Почему не поставить вот такой же кусочек отверстия? И видите, что, друзья, это хабарик. То есть строители подарили будущим жильцам хабарик для того, чтобы это воняло. Вот эту фигню надо вытаскивать, чтобы не воняло, особенно кто не курит. Ну и сразу вопрос к застройщику. Как его отдел УТК вообще смотрел куда? Когда всё это происходило? И почему рабочий позволяет себе такое делать? Это у нас студия, похоже. Да. Это у нас студия, большое окно, большая площадь помещения. Есть вентиляция, электрический выход для подключения чего-то. Вентиляторы, например. Ну, здесь тоже. Ну, вот это назвать можно дырка. Значит, если посмотреть вот сюда, то видно, что на очень низко сделан выход. Соответственно, придётся вот это всё расшивать, делать больше. Почему не сделать сразу хорошо и красиво? И для чего они оставляют там мусор? Вот здесь они подключали. Видно, что-то подмазывали. Вот уже, я смотрю, во второй квартире аналогично. Сразу вот здесь возникают вопросы, что они там сделали. Радиаторы холодные. Ну, здесь тепло. Ну, хотя бы заглушки. Вот тоже, смотрите. Деревянные стеклопакеты. Пластиковые убогие подоконники. Почему было не поставить деревянные? Вот я бы себе, если бы деревянные окна, хотел бы ставить деревянные подоконники. Ну, вот здесь аналогичная картина. Холодная вода, горячая вода. Подписано всё маркером. Из плюсов, что есть только автоматы в квартире. И, соответственно, всё остальное. Это будет... Глазки, кстати, такие дешевенькие. То есть смотрятся неплохо, но внутрь, когда смотришь, так... Я бы, наверное, заменил бы. Ну, пойдёмте на самый верх, посмотрим, что там. Марш, кстати, широкий. Мне нравится, что здесь нет переходных балконов. Вот, молодцы. Видите, тоже ручку сделали ниже. Для того, чтобы можно было открыть. Тут у нас декоративная штукатурка. Местами как-то, ну, там так странненько сделано. Кривненько. О, а здесь всё. Третий этаж уже вот такой. На формате 4, подешевле. Ну, дрын, барабанная дробь. И, конечно, здесь всё украли в зданном доме. Какие негодяи. Только застройщик сдал, а пожарных рукавов уже нет. Четвёртый этаж. Шестой этаж. Никаких указателей. Формат А4, только бумага. Закрыто. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вон, видите, как ходит. Господи. Да, понятно, почему здесь оставили. А вот здесь обратите внимание, как классно сделали угол. Видите, как внизу какой стык и как сверху. Они мало того, что в угол не смогли подрезать, это сделать ровно и красиво, но и также не смогли состыковать. Чем-то мне это напоминает жилой комплекс Ариоста. Из нюансов понимаю, что вот здесь мусорная кабина. Я, честно говоря, не сторонник того, чтобы мусорные кабины были в самом помещении, потому что это не очень практично и не очень гигиенично. Объясняю, почему. Потому что либо вот сюда будет приезжать мусоросборочный автомобиль, ездить по вашему двору, как, к примеру, в новом Лестнере. Это проносящийся каждый божий день мусоровоз 8.30. Он проносится сначала в ту сторону по двору, потом в обратную сторону. Ну, либо, соответственно, придется баки отсюда по двору таскать куда-нибудь. Вот туда, что тоже достаточно специфическое решение для застройщика. Третий подъезд. Место подключения пожарного... А, чего-то. Ну, почему-то нельзя было как-то красиво сделать. Вот тут у нас лифт должен работать. 12 этаж. Едет быстро, но шумно. Вот сейчас интересно мне, кстати, посмотреть. Так же он будет тупить, как прошлый лифт, а либо все-таки нет. Tyson Crop. 12 этаж. Прикольный звоночек. Так, все, лифт остановился. Раз, два. Ну, в общем, три секунды ждешь, пока откроются двери. 12 этаж. Арсенал недвижимости. Новые красавцы. Молодцы. Парни классные. Ну, давайте смотреть здесь. Вот здесь обшивку не сняли. Ну, ладно, я еще поверю, а не скажу для того, чтобы лифт не ободрали. Вот здесь, если вы ее демонтировали, частично так снимите ее полностью. Вот это что такое? Подмазали, а почему не подкрасили? Окна грязнющие. Изнутри, снаружи. Просто вот вековая уже грязь от стройки. Белый люк. Да. Почему-то частично не горит электричество. Наверное, для экономии. О, здесь есть ручка. Спасибо вам. Спасибо. Все держится на малярном скотче. Как-то здесь выше потолки, но при этом достаточно тускловато. Два счетчика, две квартиры. Одна вторая. Закрыто. Наверное, здесь уже их приняли. О, тут открыто. Ну, вот смотрите, да, ограничителя нет. Это, когда мы открываем дверь, то получается, она будет биться вот об этот угол. Сколько он протянет, неизвестно. Да-ра-ра-рам. Ха-ха, украли. Украли рукава. Классный лючок, да? Оцените. Дверь аналогичная. Заходим. У нас здесь большая квартира. Возможно, даже трешка. Давайте смотреть. Неисправно работает что-то там. Класс. Вот такие надписи надо стирать. Вот мне бы это сразу привергло бы недоумение. Вывод кабеля. Розеточная группа. Вот здесь, видите, у них стояк. Трубу туда дальше не протягивать. Но спасибо, что на узком уровне. И малошумные трубы. Это, конечно, плюс. Еще интересно, есть ли подстяжка какая-нибудь, шумоизоляция. Большая комната. Высоченные потолки. Давайте с вами сразу, друзья, измерим, пока есть такая возможность, высоту потолка. 3,3 метра. Ну, все как проект на декларации. Молодцы. Вот так сдает застройщик квартиры. А здесь обычная штукатурка. Сверху толстый слой шпаклевки. Поэтому такое все беленькое, красивенькое. Но всегда лучше квартиру принимать со специалистом. Обратите внимание, что окна все загажены штукатуркой, наверное, краской. Класс. Дорогие деревянные окна. Хорошо настроена работающая фурнитура. Возможно, даже качественно смонтирована. Ну, вот это, конечно, убожество. Почему не сделать, было деревянное. И поставили пластик. Ну, вот видите, все в грязище. Должно быть отмыто. Слушайте, держится крепко. Отсюда виден город. Смотрите, а что здесь творится наверху. Огромное количество мусора. Ну, я надеюсь, в сданном-то объекте, одноэтажном, они все-таки это уберут. Ну, выход на крышу, что-то там они еще делают. Кривой косой Ариоста. Ну, вот зато птичка красиво летит. Значит, вот здесь, друзья. У меня метр семьдесят пять. Вот я, например, считаю, что нужно было ручку где-то вот здесь устанавливать, чуть ниже. Потому что вот здесь достаточно высоковато. В полне кто-нибудь еще плюс десять сантиметров поднимать. Выход есть у нас на лоджию. И как только выходим на лоджию, мы сразу видим, что вот здесь была какая-то, наверное, проблема с окном. И они вот это потом устраняли. Вот тут, видите, что-то обводили. Ну, вот здесь шире. Нам такая специфическая форма. Ну, как-то. Вот здесь, например, видите, они там все закрасили. Вот здесь герметик торчит. Потом они это, да, герметик под цветом так наляпали. Видно, чтобы водичка сюда не текла. Раму, вот эту коричневую отделку решили белым подкрасить. Ну, молодцы, ничего сказать. Ну, и смотрите, все в грязище, ничего не отмыто. А здесь шпаклевка или штукатурка. Ну, зато, слушайте, окно хорошо открывается. Вот здесь немножечко штукатурки награждающим покрытием. Ох, как птицы полетели. Красиво. Ладно, пойдемте смотреть дальше. Вот здесь, кстати, такой большой коридор. Бездумный очень, потому что угол только есть вот здесь и все. А так он широкий, и не хотелось бы его, конечно, закрывать шкафами. Вот такие перепады стен, специфические очень. Раз комната, два комната. Ну, вот здесь, видите, подписано. Розетка не зеркально расположена. Ну, я не знаю, должна она была так или нет. Не зеркально расположена. То есть они, я понимаю, имеют вот это. Я не знаю, кто это писал застройщик или кто-то еще. Здесь есть мини-гардеробная, такая совсем маленькая. И с выходом на... Вот у двери открыта даже. На курилку такую. Места, конечно, очень мало. То есть как советский балкон. Здесь настроена плохо фурнитура. Ну, вот, знаете, когда дорогой объект, хороший, хорошая высота потолка, ты заходишь, у тебя все в грязище. Все это некрасиво. Здесь какая-то гардеробная. Здесь у нас большая ванная. Сейчас я включу свой свет, чтобы было виднее. Ну, что-то я здесь не вижу гидроизоляции. Возможно, она и есть. Просто это мне не видно. Ну, вот, вот видно, да, видите, как качественно сделано. Смотрите. Очень ровно, очень красиво. Классный объект. И вот что-то у меня ощущение, что... Или мне так кажется, что труба немножечко под наклоном стоит. То есть она стоит не прямо, а стоит, знаете, вот так немножко. Вентиляция. Вентиляция вообще похожа обычная. Бетон, да, или нет. Потому что она тут заштукатурена. Чем-то похоже привезенную с завода. Но зато с трубой все хорошо. Ну, и здесь тоже момент, да, вот представляете, где у нас вход. А вот здесь почему-то я, знаете, что не вижу? Я здесь не вижу труб, выводов под воду. Если они делают сверху, то здесь этого нет. Здесь нет выводов воды. Здесь у нас только получается. фановая труба, и все. То есть канализация по-простому. Ну, еще одно большое помещение с выходом и видом во двор. Ну, как-то так. Что-то очень... О, смотрите. Пена где? Смотрите на качество, друзья. То есть, знаете, что это говорит о чем? О том, что никто ни за чем не смотрит и всем на все насрать. Извините за выражение. Здесь будет промерзание, продувание, и все на свете. Вот так качественно делает застройщик. Ну-ка, ну-ка. Ну и здесь тоже, смотрите. Вот, тут немножко. Здесь вообще ничего нет. И я не удивлюсь, что с стальными окнами аналогичная картина, что это может быть и вот здесь так, раз это и есть внизу. и никто ничем не... Да, вот здесь что-то очень... Ух ты, смотрите. Вот сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, видите? Вот так классно сделали. Ну, понимаете, да, здесь будет продувание и будет промерзание. Вот так делают. Хорошие деревянные окна. А, неприятненько, неприятненько. Ладно, выходим. Отсюда закрываем дверь. Ну, вот здесь на одном из этажа прекрасно видно, что все в штукатурке. Смотрите, как здесь все красивенько сделано. Это ваш фасад. То есть у них что-то пошло не так. Может быть, это все отваливалось. Здесь, вот видите, какая дрель. Еще очень интересно, конечно, было бы посмотреть на фасад. Вот на эти кирпичики. Потому что так-то издалека вроде нормально, но вблизи может быть совсем другая ситуация. Вот видите, как здесь колонны не доходят до низа, криво-косо. Так должно быть или не должно быть по углам. Но снизу, понятно, смотрится как целая конструкция, а сверху это вот так. Может быть, так и положено. Не знаю. И вот в этой квартире, которую мы сейчас с вами, друзья, смотрели, большую квартиру на последнем этаже, я так и не нашел, где трубы, где выводы под холодную и горячую воду. Для меня осталось загадкой. Интересно, жильцы уже приходили принимать эту квартиру, либо нет. Если приходили, то напишите, пожалуйста, свой комментарий, если был специалист, что он нашел. Ну вот здесь, друзья, если посмотреть на стык декоративных элементов, то видно, что застройщик старался, но не везде у него получилось сделать ровно и красиво. Может быть, декоративные элементы, сами кривые, косые, качество уровня застройщика. Может быть, руки кривые, а может быть и то, и другое. Обратите внимание на стыки. Вот разве так должно быть? Я лично считаю, что нет. Я всегда говорю, что перед покупкой квартиры у застройщика обязательно нужно смотреть его с данной объекта. Здесь есть Ариоста. Ссылку на Ариоста оставлю в описании к этому видео, для того, чтобы вы внимательно все посмотрели. Да, по сравнению с Ариоста здесь чуть лучше, но недостатков хватает. Недостатки все можно исправить, но, например, на фасаде вряд ли что-то будет исправлять застройщик. А в лучшем случае просто подмажут шпаклевкой. Вот, обратите, друзья, у нас раз входная группа, два входная группа. Чтобы пройти, тебе нужно либо вот сюда идти, либо сюда. Я считаю, это просчет архитектора, кто планировал там этот земельный участок, либо его, либо всех вместе. Потому что вот здесь, это значит, будут все ходить прямо. Потому что это удобно, никто не хочет обходить. И вот эти так называемые козьи трупы нужно было сразу проектировать, а не делать, соответственно, это потом. Ну вот смотрим, да, входная группа в уровень землей, все прекрасно. Ну, кое-где какие-то есть такие нюансы. Ну, вот смотрим сюда, да, вот, в данный дом. И здесь. Это надо, чтобы песок и гречево забивалось. Кстати, прикольно, да? Инструмент забыли, но потом дети найдут, будут играть. И вот конструкция вся ржавая, черной краской окрасили. А, нормальный, так пойдет. Красавчики. Здесь тоже все, блин. Почему и так все происходит, друзья? Почему? Но зато здесь красиво. Своё дерево и свои кустики. Ну, еще три дерева. И все, больше ничего нет. Ну, и дворовую площадку вы тоже видели. Класс, да? Вот дорога. Если вы по ней будете выезжать из комплекса, то обратите внимание, ездят постоянные грузовики со стройки. Ну, и, соответственно, здесь будут, друзья, постоянные пробки из машины. Друзья, всегда думайте перед тем, как будете выбирать себе квартиры. Если вы не специалист, обращайтесь к специалисту, потому что, когда если у вас болит зуб, вы не сами его сверлите и лечите, а вы идете к специалисту, к стоматологу. С недвижимостью, друзья, аналогично. Особенно в наше непростое время. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин